сегодня мы с вами обратимся к теме мини блоков а точнее к их разновидности гексагоны посмотрим что можно собрать здесь очень хорошо в этой технологии утилизируются все остатки ваших тканей буквально можно собирать их чуть ли не годами все время превращая их потом какие-то изделия это могут быть маленькие косметички например портмоне кошелек это может быть сумочка побольше это может быть посмотрим примеры некоторые тоже кошелек портмоне это может быть смотрите два вида косметички но обратите внимание что здесь уже рисунок подбирается то есть мы здесь уже формируем какой-то определенный рисунок в данном случае цветочки это может быть стенкой сумки мне тоже мы можем расположить хаотично а можем сформировать какой-то рисунок это может быть клапаном сумки но здесь тоже стенка передние сумки выполнены в этой технике а можно сделать только клапан а можно сделать только карман а можно сделать например у рюкзака клапан или и карман или даже боковую стеночку вот здесь кто-то решился и собрал большой большой квилт конечно потерпение то сразу видно что-то японский журнал а можете сделать в этой технике жилетку и не только ребенку не только кукле ну и соберно собирать нас на свое взрослое изделие в конце видео я дам фотографии таких изделий примеров таких изделий а вы уже сами ориентируйтесь и подумайте куда вы можете собрать вставить свои мини блоки вариант шаблонов я хотела вам показать бывает встречаются вот такие пластиковые шаблоны они есть разной формы и позволяет составлять различные рисунки то есть здесь не только шестиугольные до шаблончики которые можно потом состыковывать между собой эти детальки но если восьмиугольники в промежутке между ними прямо требуется вставить нам квадратик подходящий по размеру ну вот например вот так вот так они будут состыковаться дальнейшем то есть эти шаблоны позволяет сделать более сложные рисунки есть шаблоны вот такого плана более вытянутые которые тоже можно состыковывать между собой интересно можно просто сделать их шестиугольниками а можно покажу поближе вот тогда можно просто из шестиугольников собрать можно в промежутке также вставлять квадратики то есть набирать какой-то уже другой рисунок вот например я покажу сейчас фотографию вот как раз такая сумка с использованием длинных шестиугольных шаблонов вот в чем их преимущество ну первое конечно удобно то что мы с вами взяв шаблон можем подобрать рисунок ткани нам его хорошо видно и мы можем если есть необходимость расположить цветочек по центру можно чуть сместить но по крайней мере мы все это видим на лицевой стороне потому что если бы он был вырезан из картона то работать тогда лучше вот с такими тканями где рисунок у нас с вами такой хаотичные не сильно или наоборот четко организованы но нет каких-то доминант а вот раз здесь у нас видите доминирует букетик вот хочется его сделать чтобы было видно чтобы не ушло в припуски наши цветочки не ушли не ушла красивая красивая картинка поэтому лучше всего конечно шаблон использовать пластиковый чтобы было видно как кроить что еще удобно в этих шаблонах то есть можно вот такого перевернуть здесь есть два отверстия вы можете единой булавочкой их сколоть и спокойно собирать наши уголки собирать обтягивать шаблон очень внимательно надо следить за тем чтобы припуск был достаточно большой когда работаешь шаблоном пластиковым все время норовит выскользнуть и поэтому такого припуска 0 5 сантиметра будет маловато вам будет тяжело с ним работать ведь он все время норовит сместиться и видно что припуска практически не хватает поэтому лучше всего припуск таких случаях делать побольше прямо миллиметров 78 спокойно вот можно видите сколоть булавочкой я могу взять сейчас уже в руки нитку собрать каждый уголок закрепить его зафиксировать но все время следим даже когда мы скололи вот так булавкой норовит шаблон ножка выскользнуть нули следующий уголок перешли к следующему и вот так вот я против часовой стрелки а может вам удобно по часовой ну правшам как правило удобно идти вот так по кругу до против часовой стрелки по ходу иглы я бы так сказала я начинаю эти уголки между собой собирать но зачем нужно внимательно следить вот здесь прямо уголок норовит ткань все время выскользнуть обратно поэтому очень хорошо закрепляйте сам угол прямо четко четко несколько стежков нужно сделать и вот так потихоньку я этим уголки собираю что мы делаем дальше а дальше мы их сошьем между собой пришивание деталей нужно внимательно следить за тем чтобы правильно расположить вот этот сгиб потому что в дальнейшем когда мы будем пришивать этот следующий ряд этот сгиб нам позволит отогнуть предыдущую деталь но вот неудобство какое то что иногда я должна согнуть в эту сторону а иногда я должна согнуть поперек и тогда придется немножко ломать как бы пластик до идти против его против вот этой линии сгиба против течения как говорится не сильно мне это понравилось в работе что вообще мне еще не понравилось в работе с шаблонами но я говорила о том что припуска должно быть достаточно и очень четко нужно фиксировать уголки вот такой уголок в дальнейшем смотрите как он будет выглядеть некрасиво неудачно то есть нужно прямо намеренно следить чтобы все уголочки были ровными и четкими вот этот хороший угол а вот это уже надо переделывать иначе в дальнейшем это приведет к искажению картинки когда-то я начинала практиковаться и вот эту я даже ткань никуда использовать не могу она мне настолько не нравится как тут все состыкованно то есть руку при работе с пластиковыми шаблонами нужно набивать конечно большое преимущество в том что здесь можно составить очень много разных рисунков с помощью 6 8 угольников 4 угольников и так далее до ромбы то есть все вроде бы есть и можно достичь большого разнообразия но нужно будет посидеть постараться чтобы все получилось хорошо пожалуй с пластиковыми шаблонами мне понравилось больше всего работать с размером я бы вот так назвала xl ну вот например у меня есть клаверовские да такие шаблоны они уже покрупнее здесь уже лучше четче все появляется здесь уже нормальные припуски можно сделать и сшиваются они гораздо лучше и они кстати по толщине немножко потоньше вот этих белых и как-то лучше себя ведут здесь также вот здесь небольшое отверстие в центре и когда вы накладываете вы также скалываете вот здесь булавкой ткань вот так она вас закрепляется ведь ткань фиксируется и вы уже спокойно начинаете все это обтягивать и хочу показать вам еще одни интересные инструменты но мало ли будете в по ней проездом зайдете в магазин и будете знать для чего не применяются если вы любите им пишите из мелких кусочков может быть даже приобретете и так это такие шаблон они пластиковые шаблоны печати я бы сказала здесь она уже у меня в темных чернилах и две подушечки с темными и светлыми чернилами что они нам позволяют сделать мы можем сразу взять кусок ткани и прямо раскраивать ставить отметки здесь уже надо следить чтобы последующая отметка совпадала с предыдущей то есть они у нас четко состыковались уголок с уголком можно их вот так располагать вот тогда это кстати будет экономный крой то есть мы здесь прямо выкроем с вами вот так шахматном порядке можем выкроить без отходов прямо из кусочка целого ткани давайте переверну то есть на темной ткани я прохожу светлыми чернилами можем вот так дальше мы идем вот здесь вот надо четко состыковывать это все не всегда это видно надо сказать вот я пошла разными штампую то есть это у нас метод штамповки на светлых тканях я соответственно это делаю темными чернилами нунтики коричневые немножечко и они потом исчезают со временем после особенно влажной обработки что еще хотелось бы уточнить когда мы работаем вот таким способом кроме того что у нас есть вот этот шаблон нам по внутреннему контуру просто лучше отпечатать прямо сразу печатью на бумаге на плотной бумаги картонные такие шаблоны по внутреннему контуру не должны быть сделаны чтобы мы потом ткань могли по ним обтянуть то есть все равно потребуется обтягивание тканью этих шаблонов можно конечно собирать и так но здесь нет никакой гарантии что у вас будет ровность пришивание эти детали между собой поэтому все-таки наличие картонного шаблона внутри это обязательное условие тогда это создает ровность четкость пришивание детали но поскольку мы предполагаем что вот таких инструментов наличие у нас нет да я и честно говоря больше люблю работать таким способом это нормальный стандартный классический вариант когда мы работаем с бумажными шаблонами вот к этому варианту мы сейчас и перейдем теперь обратимся к классическому способу сборки шаблонов это можно вырезать нам с вами сразу из картона во первых шаблоны сами но даже я бы взяла не картона достаточно плотную бумагу потому что картона толщина будет большая это будет на себя брать объемы припуск и ткань поэтому берем плотную бумагу вы можете сразу на принтере распечатать весь лист и вырезать такие шестиугольники но я советую вам обязательно вырезать хотя бы один пластиковый шаблон где будут учтены припуски здесь конечно очень скромно так припуски учтены ну постараемся шить аккуратно и красиво и четко можете прорисовать себе линию припуска и тогда когда вы будете накладывать на ткань вам будет понятно какой рисунок попадает под ваш шаблон вот этот шаблон как раз позволяет нам из наших кусочков ткани всего что у меня вот осталось его кручу верчу смотрю какой как как более экономно можно раскроить и тогда ткань этот кусочек и выстраиваем прямо по контуру этого шаблона детали здесь хорошо виден рисунок здесь все четко и поэтому здесь не составляет труда заниматься вот этим делом выкраиванием я предпочитаю собрать все остатки от своих прошлых проектов чтобы набрать посмотрим интересно хватит мне здесь здесь не очень хватает а поскольку у меня и так заложен припус достаточно маленький то лучше этот кусочек отложу в сторону и возьму другой здесь смотрите вот так бы она у меня не вошло ведь уголочки а если я вот так расположу у меня четко полоска входит прямо в размер шаблона я могу вырезать разные детальки если вы если вы хотите вы можете следить за направлением рисунка можете расположить розочку по центру но у меня будет со смещением я не вижу это ничего страшного именно так мы набираем различные шев шестиугольники для того чтобы в последующем обтянуть их уже вокруг шаблона как это сделать давайте посмотрим мы с вами берем шаблон переворачиваем его и вот тут в дело у меня вступают помощники мои это инструменты которые позволяют нам закрепить хорошо легко то есть это можно сделать и такими прищеп очками здесь конечно припуск прямо совсем-совсем маленький тут сушить очень аккуратно вот так вот так равняем будет и можно скрепить всего две стороны вот так последовательно сшивая уголочки вы постепенно переставляете вот эти прищеп очки и проходите по всему контуру но я больше люблю еще один вариант когда у нас помогает нам нашей работе клеевой карандаш особенно вот в данном случае раз припуски у нас небольшие когда мини по не понадобятся никаких прищепок это карандаш с клеем временной фиксации для ткани он потом исчезает поэтому им работать не страшно и легко он многократно облегчает нам нашу работу вот смотрите я ровно приклеила наш припуск прямо к шаблону здесь можно уже даже задеть ткань чтобы здесь хорошо угол сформировался даже побольше сделала здесь я наношу стараясь наносить не очень толстым слоем во первых нам надо поэкономней во вторых это же временная фиксации поэтому толстый слой здесь у нас не имеет никакой роли не играет а зато мы сэкономим немножко вот так последовательно по кругу я прохожу несколько своих шаблонов и собираю вот этот припуск обращаю внимание вот смотрите вот тут хорошо видно давайте посмотрим как раз на вот в этом случае когда я иду вот так последовательно бираю мне шаблон немножко немножко сдвигается или четко его держите вот прямо подтягиваете видите здесь уже припуска не так много и будет сложнее его пришивать поэтому следите за этим подтягивайте во время придерживайте чтоб никуда он не убегал в принципе это делать достаточно быстро можно прошла загнула прошла здесь уже можно немножко староват конечно за стерженек все равно до конца использую куда он не денется я подготовлю так несколько шаблонов уголки тут хорошо все у нас подобрались сформировались и мы их будем сшивать между собой ту а ну 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 можно сделать заранее несколько заготовок и сшивать позже то есть вы можете их копить собирать постепенно набирать но тогда учите то что клей временной все-таки фиксации и сильно долго он держаться не будет поэтому когда вы хотите хранить шаблоны то лучше всего их все-таки уголочки вот эти скреплять ниточкой чтобы уже гарантированно у нас были закреплены вот эти уголки теперь посмотрите как можно и хранить тоже интересный вариант мы подглядели у японцев приклеивайте двойной скотч и к нему эти друг на друга приклеивайте ваши шестиугольнички и постепенно постепенно вы можете темного к светлому идти вы можете их по цветам прикрепить вот так полосками линиями да и постепенно набрав нужную палитру вы можете уже из этого шить какое-то изделие то здесь вполне кстати хватит нам на низ косметички или хватит нам наверно вот на половинку я бы сказала тут карман такой вот в этом изделии да здесь такая уже как бы сумочка можно органайзером ее назвать потому что здесь войдут и документы и ключи то есть вот такой вариант тоже возможно то есть вы можете постепенно набирать копить свои заготовки это очень удобно когда вы накопили какие-то заготовки взяли с собой в дорогу и сидите потихоньку их сшиваете как мы это сделаем сейчас покажу перед тем как сшивать свои шаблоны воедино делать из них лоскутное полотно вы должны определиться или вы делаете какой-то рисунок можно сделать цветочки можно набирать в каком-то шахматном определенном порядке а я хочу сделать просто хаотично но все равно предварительно желательно их как-то разложить дальше вы будете сшивать их между собой попарно и лучше всего это делать рядами то есть вот например один ряд потом меня пойдет следующий ряд то есть сначала сшиваем между собой в каждом ряду а потом мы будем сшивать эти ряды между собой как сшиваем мы берем наши две детали ставим их ребром друг другу чтобы четко было ребро видно можете на всякий случай прицепить их скрепить прищепкой чтобы никуда не убегали и ваша задача чтобы вот эти наши с вами стежки но во первых давайте закрепимся до дважды закрыток я узелок не сделал поэтому сделал такую закрепку понадежнее без узелка я прямо дважды можно и больше пройдусь гулочкой вот смотрите зачем нам здесь нужно следить нам нужно чтобы наши стежки были параллельны и я иду в ребре наши ткани видите вот я захватил одно и второе ребро друг напротив друга четко дальше я чуть отступив захватываю следующий депут и вот так потихоньку я сижу их и скрепляю моя задача не задевать шаблон но вы почувствуете иголочкой что вы не задеваете картонку и кстати не так уж и легко пробить бумага достаточно плотно ну так потихоньку сидите набираете следите за тем чтобы они вот эти стежки у вас не были косыми иначе они потом в дальнейшем будут видны и вот так я дохожу до края делаю двойную закрепку обратите внимание здесь нужно четко проследить чтобы уголки хорошо лежали до или его зажать хорошо или может быть даже его подклеить чтобы никуда уголок у нас с вами не съехал ночи в полотне это потом будет вылезет и будет некрасиво смотреться подойдя к уголочку я делаю двойную иногда тройную закрепку в принципе я могу обрезаться но для того чтобы я все стараюсь нитку как можно реже прерывать чтобы потом у нас это не расползлось то лучше всего дальше я должна пришить вот этот да у нас шаблон значит мне надо перейти на вот эту противоположную сторону можете вот так сделать я кстати заодно увидел час пока перехожу я и уголочек подкреплю на всякий случай уже не будет и перешла на противоположную сторону дальше соединяю со следующей детали и уже пришивая их между собой вот давайте посмотрим если у вас вот здесь у вас будут видны как бы немножко косые вот такие стежки но то путь нашего движения а вот если переверну на лицевую сторону видите здесь нигде не видно соединительных швов старайтесь идти шагом где-то в сантиметре делая три четыре где-то стежка то уж точно даже я чаще пожалуй делаю до около пяти шести стежков я делаю в сантиметре теперь я пришиваю следующую деталь и затем когда я прошу следующий ряд я вам покажу как соединить их между собой давайте посмотрим как нам ряды соединить между собой начинаем и я иду справа налево поскольку я правша то есть начать и должна вот с этого шва мы разворачиваем детали лицом друг другу и проходим от внешнего уголка вот к этому внутреннему точно так же как мы сшивали перед этим шаблончики между собой уголочки закрепляясь два или три раза то потом меня полотно не расползалась и иду набираю вперед дойдя до уголочка нам нужно дважды опять в нем закрепиться а дальше мы свою деталь должны развернуть вот эту то есть теперь мы должны скреплять вот этот шов но чтобы нам удобно было делать ведь я по идее должна их соединить вот так а поскольку у меня картонка она легко гнется плотная бумага я ее вот так сгибаю и тогда я спокойно иду дальше соединяя следующие ребра почему не нравится работа с плотной бумагой больше чем шаблонами потому что не всегда угадаешь можно расположить вот так линию сгиба не всегда угадая что линия сгиба правильно лежит работая с плотной бумагой вы можете сгибать в разных направлениях причем я эти шаблоны использую многократно то есть до тех пор пока не совсем совсем не потеряют товарный вид вот и поэтому я могу ее сгибать в разных направлениях вот сейчас мы дойдем до следующего уголка и нам понадобится его согнуть чтобы он в другом направлении и так постепенно доходим до следующего угла дойдя до следующего уголочка я опять смотрю куда мне необходимо свернуть свои шаблоны вот в эту сторону и я перегибаю теперь вот эту деталь пополам все я могу сшивать следующие ребро затем я должна буду перегнуть вот здесь это значит вот этот шаблон у меня теперь согнется пополам по диагонали и вот так постепенно сгибая друг за другом я наберу свои весы еще что хотела бы вам показать несмотря на то что у меня еще не все сшиты между собой я хочу показать что вот этот клей как убирать как вытаскивать шаблоны что вот этот клей временной фиксации достаточно легко убирается достаточно его подцепить какой-то лопаточкой очень хорошо для этой цели подходит видите вот у него скос есть и по лопаточкой для аппликации можно использовать медицинские инструменты и вообще идеальный вариант кстати вот он вот этот клей очень легко отцепляется бумаги ответила я его могу отцепить и затем я просто подцепив вот этот край вытаскиваю шаблон если его нигде не пришила у него край остается ровным мы его можем использовать многократно если вы где-то его пришьете вы конечно все равно сможете вырвать эту бумажку такого с края будет немножко такой уже волнистый и поэтому его использовать уже в дальнейшем будет сложнее использую я эти шаблоны до тех пор пока не не перестанут держать форму то гибать мы можем и в том и в том направлении совершенно легко и вот так я наберу полотно сначала я его проглажу а потом освобожу уже от шаблонов то есть все таки глажка первую очередь все мы проглаживаем тогда все это хорошо садится ровно идеально приобретает хороший ровный вид и мы можем дальше уже работать с этим москутным полотном и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok